14 ноября 1889 года американская журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, желая побить рекорд героя романа Жюля Верна вокруг света за 80 дней. Сама идея была фантастически дерзкой. Более того, Нелли Блай благополучно объехала Землю за 72 дня, 6 часов и 10 минут. Из этого путешествия журналистка вернулась невероятно уверенной и популярной. Тираж газеты, где она работала, мгновенно возрос. Нелли Блай еще долго потом получала поздравительные письма. Кстати, одно из них было от самого Жюля Верна. 14 ноября 1903 года в Голландии был изобретен электрокардиограф. Физик Вильям Эндховен сконструировал прибор, который мог делать электрокардиограмму. Устройство было мало похоже на современные аппараты. Для снятия показателей ЭКГ человеку необходимо было держать руку и ногу в воде. Оборудование весило 270 килограммов, а для его обслуживания требовалось 5 человек. Прибор получил название струнный гальванометр. Его созданием Эндховен совершил настоящую революцию в медицине, за что и получил в 1924 году Нобелевскую премию. В этот день, в 1907 году, родилась шведская детская писательница Астрид Линдгрен. Будучи журналисткой, Линдгрен и не думала становиться писательницей. Как она сама вспоминала, в ситуации крайней нужды написала пару незамысловатых сказок и продала их одному местному журналу. Но прошел еще десяток лет, прежде чем появилась ее знаменитая Пеппи Длинный Чулок. Причем это имя выдумала дочка писательницы, когда долго болела и просила мать рассказать ей историю про дерзкую забавную девчонку. Так появилась серия книг, за которые Линдгрен потом получила массу наград. А следом вышла и серия сказок про Карлсона, персонажа, которого любят и малыши, и взрослые в разных странах. День рождения сегодня отмечает Лолита Милявская. Певица родилась в 1963 году. За ней прочно закрепился образ эпатажной и легкомысленной артистки. На самом деле Милявская открытый и душевный человек. Именно такой она предстает перед зрителями на своих концертах. В своих интервью Милявская заявляет, что считает себя состоявшейся и счастливой женщиной. Но мало кто знает, что артистка очень верит в приметы. Есть у нее еще одна особенность. У Лолиты Милявской плохая память на лица. И она может заново знакомиться с людьми, с кем когда-то уже была знакома. Зачем я пустила руку твою? Зачем, скажи? Там, где окончен спектакль, реальная начинается жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok